Сотни семей, детьми и пожилых людей вынуждены жить на грани катастрофы из-за безответственности властей. Вы часто встречаетесь с нашим президентом Владимиром Путиным, и мы очень просим вас передать наш посыл и просьбу о помощи. Октябрь этого года. После трех лет ожидания, отчаявшись получить наконец свои квартиры на Ленина 195А, дольщики обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Неизвестно, дошло ли послание до адресата, но на местном уровне шума история наделала много. Застройщик перебросил силы и сейчас долгострой доделывают стахановскими темпами. Анастасия одна из дольщиц, а теперь еще и владелица ключей от новой квартиры. Говорит, завершедшие годы прошла все стадии. Приятное ожидание, волнение, недоумение, даже ярость. К 2020-му уже обрела философское спокойствие. Конечно, если бы нам как попало быстро достроили, я думаю, что мы бы вспоминали бы застройщика недобрым словом каждый день, выявляя недостатки. А так как соблюли все по проекту, стены толстые, входная дверь идеальная, все как бы хорошо, и теперь мы счастливы. Будущую отделку квартиры, планировку девушка давно расписала. Три комнаты есть где разгуляться. И ее тревоги позади. Таких, как она, получивших ключи от квартир в третьей секции, около 40. Это примерно треть подъезда. Но в четвертой секции работы все еще идут. Сейчас интенсивная идет работа на четвертой секции. Процент готовности очень высокий. То есть в ближайшее время мы начинаем отделочные работы. То есть черновые мы все закончили. Вот, подаем тепло и начинаем отделочные работы. Ближе к концу года мы начинаем выдачу ключей. Застройщик признается, из-за особого внимания всевозможных проверяющих служб работать трудно. Но обещает, скоро у этой истории наступит счастливый финал. Чтобы ускорить процесс, рабочих перебросили в четвертую секцию, а сдачу подземной парковки перенесли на начало 2021 года. Тогда же застройщик сможет подписать все финальные документы на приемку дома. Во всяком случае, это в планах. Правда, супруги Ивницкие, активные участники митингов за право дольщиков на этом объекте, пока опасаются этому верить. Все три года ожидания они вынуждены снимать однокомнатную квартиру, ютиться в ней втроем с ребенком и платить дважды за съем и за ипотеку. Их квартира в четвертой секции. Но даже получая не ключи сейчас, говорят, не спешили бы заселяться. С другой стороны, не так много желающих, на самом деле, тоже и ключи брать, потому что нашему застройщику веры особой нет. Люди стараются дождаться все-таки ввода дома в эксплуатацию, потому что многие, с кем я разговаривала, действительно боятся того, что даже если застроят, достроят, то еще же его везти надо, могут возникнуть проблемы. Объясняют, пока дом не будет окончательно сдан, у них могут возникнуть проблемы с правами на собственность. И в случае очередной непредвиденной задержки даже тратиться на ремонт квартиры смысла нет. Поэтому хоть и надеются получить долгожданный подарок к новогодним праздникам, но заранее настроены дождаться завершения всех работ. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов, Николай Шелко. День с толком.